Металлические гаражи или физкультурно-оздоровительный комплекс. Жители Ленинского района решили судьбу пустующей территории на перекрестке улиц Клинической и Чернореченской. Публичные слушания собрали как сторонников многочисленных за, так и единичных против. В Ленинском районе очень хотелось бы, чтобы появилось дополнительное спортивное сооружение. У нас очень много детей, очень много желающих заниматься физкультурой. Там в настоящий момент площадка свободная, там стоят незаконные металлические гаражи. Поэтому мы считаем, что должны быть только спортивные сооружения. Если сейчас берут дворец спорта, то детей возить, которые учатся у нас в школах, это очень тяжело туда. Потому что там постоянные пробки в ту сторону в это время вечером. И хотелось бы, чтобы построили очень быстро. А что делать мамочкам с детьми? Куда деваться ученикам 25-й школы? За столько лет я не наблюдала ни разу, что пустовало, куда деваться детям из прилежащих домов, которые там просто играют. Территория, о которой вы сейчас говорите, там большой гаражный массив, собаки и бомжи. После долгих споров жители решили единогласно физкультурно-оздравительному комплексу быть. Строить его начнут уже к осени. Для снижающей школы фигурного катания высказалась закрытый ледовый каток. Жителям в возрасте потребовался фитнес-клуб, любителям хореографии – место, где учат танцевать, родителям – детские секции. Теперь главная задача – учесть все пожелания жителей микрорайона. Я думаю, что в итоге проектирования появится действительно нужный объект. И Департамент строительства при проектировании постарается учесть предложения граждан, чтобы, возможно, широкий круг населения мог приходить, и спокойно дети могли, и взрослые могли заниматься в этом физкультурном комплексе. Раньше здесь стояли незаконные киоски. В прошлом году более 30 нелегальных ларьков убрали. Местные жители опасались, что здесь появится парковка. Но власти решили построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Валерия Квасневская, Алексей Золотенков. События.